8 августа 2020 года горловчанка Анна Землянская приняла участие в открытом чемпионате Европы по пауэрлифтингу, проходившем в городе Долгопрудный, Московская область. Анна, расскажите о своих результатах на чемпионате Европы. Значит, первое место я заняла в своей весовой категории в абсолютном зачете по становой тяге, подняв за счетный вес 145 кг, который засчитали, это медаль первая, первая маленькая медаль. Дальше первое место тоже по пауэрлифтингу, я выполнила норматив мастера спорта международного класса в своей весовой категории 56 кг, при собственном весе 55-200 кг я подняла общий вес 330 кг и заняла первое место. И серебряная медаль в общем зачете, которая самая, наверное, главная, это абсолютный зачет, абсолютный зачет второго места с разницей у нас с первым местом, была в 3 очка. Девочка подбирается по весу вилса, соотношение, собственно, веса к поднятому, то есть мой вес и поднятый вес, и я заняла второе место. И это вот абсолютный зачет среди всех участниц, то есть не только в своей весовой категории, а от 52-й категории до 90-й. Анна, скажите, благодаря кому стала возможна эта поездка? Поддержка была оказана полностью финансовая, моральная, духовная и душевная благодаря клубу «Матрикс» и директору клуба Елене Сергеевне «Горловка» «Матрикс Спорт и Бьюти». Анна, нам известно, что вы подняли вес 152,5 кг. Как вам это удалось? Есть какой-то особый секрет? Ну, 152,5 кг не засчитали, но я подняла, это был мой личный рекорд, это была попытка, конечно, такая, ну, это была уже экспрессия, спортивная экспрессия. Я подняла вес незасчитанно, но я была очень довольна, потому что это была моя личная победа, это был мой собственный какой-то барьер, который я переступила. Секрет – жажда победе. Расскажите, пожалуйста, о ваших тренировках, как они проходят? Тренировки проходят в основном в силовом формате, то есть в силовом стиле, с учетом периодизации, с учетом, конечно, своих собственных работ и дополнительных. Но в основном именно тренировки направлены на увеличение силовых показателей, технических, с формированием техники и увеличением весов, которые можно поднять на свой собственный вес. То есть это периодизация, это цикличность, отдых, набор, отдых и силовые показатели. И непосредственно тренировка проходит под соревновательные старты непосредственно. То есть конкретно эта тренировка была нацелена именно на этот старт. Поэтому она проходила, 18-недельный цикл был, я готовилась непосредственно под эти старты. А как проходит восстановительный процесс? По-разному восстановительный процесс проходит, по-разному. Но в основном идет какой-то набор силовых тренировок, потом идет спад, спад веса, спад рабочих весов. И я очень восстанавливаюсь здесь на работе. Я веду групповые тренировки, у меня есть дети, с которыми я занимаюсь. И вот на этих тренировках я тоже расслабляюсь, и мой организм восстанавливается и душевно, и духовно, и физически. Анна, мы знаем, что Вы уже не первый раз участвуете в соревнованиях. Скажите, какие самые значимые для Вас были в Вашей жизни соревнования? Да, это не в первый раз. Это уже четвертые мои соревнования. Но самые значимые были эти. Они были значимые, потому что эти соревнования... К этим соревнованиям я готовилась сама лично. То есть я готовилась без тренера. Но в силу того, что я уже сама тренер, я учусь в институте, я готовлюсь, я тренируюсь, я учусь. И это была моя собственная подготовка, поэтому она была для меня значимая. И этот результат для меня очень значимый и важен. И значимый, потому что немножко она была сопряжена проблемами со здоровьем. И поэтому я поняла, что в одни руки все не возьмешь. И очень важна поддержка. Со мной находились Настя, тоже работает в клубе. И она очень сильно мне помогла. Поэтому команда, она должна быть. И поддержка, она должна быть. Потому что бывают ситуации, когда ты не можешь полностью за все ответить. То есть это... Есть вещи, которые от нас не зависят. И поэтому оказались люди, которые смогли мне помочь и оказать помощь. Анна, нам очень интересно узнать, с чего же начался ваш путь к успеху? Путь к успеху? Ну, к успеху, наверное, сразу я не шла. Я пришла просто... Путь был просто в спорт. Путь был просто сюда, в клуб. И просто я пришла сюда, как клиент клуба. А путь к успеху уже начался гораздо позже. Мой первый тренер был Владимир Владимирович Якименко. Он тренер этого клуба. И он меня познакомил с видом спорта, таким как пауэрлифтинг. И я поняла, что это любой с первого взгляда, с первого раза. И то есть я поняла, что этот спорт – это мой. То есть это то, что я могу, то, что мне нравится делать, то, что мне понятно. И то, что я могу делать. И то, что я могу улучшать. Он мне поставил технику, он мне поставил ту форму и тот базис, который у меня есть. Это его достижение, это его заслуга. Она была оценена людьми в Москве. То есть я отметила, что Борис Шейко сказал, что техника – это лицо тренера. Ну, мою технику отметили высокие люди. И спасибо Владимиру Владимировичу Якименко за то, что он мне дал это зерно, посел зерно, дал эту технику. И теперь я могу спокойно идти сама, уверенно, зная, что я иду в правильном направлении. То есть направление он мне указал. А я уже теперь иду сама, уверенной походкой. Анна, мы знаем, что помимо тренировок у вас есть работа, есть увлечение, обычная жизнь. Расскажите немножко о ней. Еще, да, я работаю в родильном отделении, принимаю роды. Это сфера связана с медициной. А хобби мое теперь сопряжено со второй моей работой. Я работаю здесь в клубе. И мое хобби, мое увлечение, увлечение всей моей жизни начало развиваться с очень большими, как сказать, шагами. И раскрываться в большей степени. Я поступила в Институт физкультуры и спорта. У меня появилась группа детей, подростков. У меня появились групповые тренировки, направленные на развитие силовых видов спорта у женщин не в профессиональной области, а именно у обычных людей, обычных обывателей. То есть любая женщина может быть красивой благодаря спорту. И вот это, наверное, и стало моим увлечением, потому что я хочу нести в мир то, как вот у нас матрикс спорт и бьюти. Спорт и красота. То есть это все должно быть гармонично, гармонично развито и должно существовать в гармонии с собой. То есть женщина должна быть красивой, она должна быть спортивной, она должна быть веселой. И это и есть мое увлечение. И то, что я несу и несу собственным примером людям и показываю на себе. Анна, расскажите о ваших планах на будущее касательно спорта, тренировок, соревнований. Есть планы на будущее, есть ближайшие старты, есть планы на чемпионат мира в Москве. Это был вообще мой... В прошлом году я очень мечтала оттуда попасть, в эту федерацию, на чемпионат мира. Но волей причин не попала, но теперь попала на чемпионат Европы. И теперь все-таки я хочу попасть на чемпионат мира. Тоже состоится в Москве 6 декабря. И пока предварительно планирую готовиться туда. А там как Бог даст, как получится. Анна, нам бы очень хотелось от такой целеустремленной спортсменки услышать напутствие всем тем, кто, возможно, еще только на пути спортивном своем, может вначале, а может только задумывается об этом. Ваши пожелания? Мои пожелания иметь четкую цель и четкое представление о том, что вы хотите получить. И тогда никаких препятствий не будет вообще. То есть я поняла и, в принципе, доказала всем, что независимо от происходящих ситуаций, независимо от того, что происходит в вашей жизни, если вы имеете четко поставленную цель, если вы понимаете, что вы хотите, для чего вы это хотите, и вы будете добиваться это любой ценой. И препятствий не будет вообще. Найдутся люди, которые вам помогут, найдутся причины, найдутся возможности, и все будет. Это 100%. Это я вам точно говорю, и это вообще, это просто 100% информация. Но главное иметь цель, четкое представление о том, что вам нужно в этой жизни. И тогда все у вас будет. Анна, спасибо вам большое за беседу. Мы хотим вам пожелать побед, дальнейших успехов и покорения новых вершин. Поздравляем вас с победой. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.